Маленькая станция Среди 50 первых жителей станции Нурлад были семьи Чугуновых и Крыловых. Это был микрорайон железнодорожников. Чуть позже начала обустраиваться и центральная часть города. Внучка Гайсы Ахмедшина, одного из основателей посёлка Труд, рассказывает, что с детства помнит историю от бабушки и дедушки о том, как создавался город. Добивались земель для своего переселения. Когда они пришли сюда в Нурлад, они увидели железную дорогу. И когда он увидел эту железную дорогу, сказал, мы будем добиваться, чтобы наши люди переселились именно сюда, потому что у них есть будущее. Здесь есть железная дорога. В 1930 году станция Нурлад стала центром Октябрьского района. В 1937 году здесь проживало 3600 человек. После войны стали образовываться первые промышленные предприятия. Началась разведка чёрного золота, строился сахарный завод. В следующем году он справит своё 60-летие. Начиная с 1961 года Нурлад в статусе города районного подчинения. И жители не перестают восхищаться родным городом. Желаем, чтобы наш город процветал так же, был чище, светлее. С днём рождения наш родной Нурлад. Чтобы процветал и чтобы мы были так же довольны этим городом, что у нас вообще многоцветия цветов. Мне очень нравится. И чтобы так же это было. Ещё больше создавалось для нас. Чтобы мы жили во благо своей страны, как говорят, своего Нурлада. Максим Никитин, Гульнас Хасаншина, Инсав Мениханов. Новости Татарстана.